МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страшная находка у водонапорной башни, обнажённое тело девушки, было обнаружено сегодня утром. Мне нравится быть отличницей, поэтому я учусь в своё удовольствие и не гонюсь за какими-то высокими результатами. Лучшие школьники учатся в Ангарске. Ученики первой гимназии и лицея номер один стали победителями регионального конкурса. Стекло, когда оно расплавляется, оно как живое. И руки должны чётко, синхронно работать. Моторика рут очень должна быть такая. Я ангарчанин. Героем рубрики стал представитель крайне редкой профессии. Мы начинаем работу в эфире. В студии местного времени Наталья Зарубина. Здравствуйте. О том, какие события произошли в городе и области сегодня и минувшие выходные, и что о них думают ангарчане, узнаем прямо сейчас. Сегодня утром в районе водонапорной башни обнаружили тело женщины без одежды. Пока неизвестны результаты вскрытия. Правоохранительные органы от комментариев воздерживаются. Причина смерти и личность погибшей пока не установлены. Из достоверных источников нам стало известно, что её возраст от 35 до 40 лет, а на теле были обнаружены рвотные массы. Ещё одну страшную находку полицейские обнаружили в минувшее воскресенье. В районе московского тракта было найдено тело женщины. Её личность установлена. По словам экспертов, смерть наступила от переохлаждения. К декаде инвалидов готовится окружная администрация. В ангарске мероприятие пройдёт с 1 по 10 декабря. Сегодня на пресс-конференции представители учреждений соцзащиты, потребительского рынка и культуры рассказали о подготовленных акциях. В этом году мы предполагаем задействовать автобус для маломобильных групп населения, которые помогут инвалидам добраться на открытие, на закрытие и на вечерний спектакль для взрослых инвалидов. Сейчас мы прорабатываем маршрут этого низкопольного автобуса. Расписание мы обязательно опубликуем и в средствах массовой информации, и на нашем сайте разместим, чтобы инвалидам было удобно добраться до места проведения. Автобус всё-таки большой, во дворы он заходить не будет, он пойдёт по маршруту какого-то городского автобуса. Самое большое мероприятие, которое будет со стороны потребительского рынка подготовлено, это в день открытия праздничное чаепитие, которое подготовит наше предприятие с нашим участием. Затем будут предложены мастер-классы Центра дополнительной профессиональной подготовки «Миллениум». Это мастер-класс по плетению коз, мастер-класс визаж и мастер-класс по ногтевому сервису. По традиции, во время декады ангарчан с ограничениями в здоровье в гости ждут выставочные залы городского музея. Запланированы и спортивные состязания для взрослых и детей. Они пройдут в зале 85-го квартала и организации «Инватурспорт». А с сегодняшнего дня в Ангарске открыта горячая линия по проблемам инвалидов. Любой желающий может обратиться по телефону, указанному на экране, задать вопрос, получить консультацию или обозначить какую-либо проблему. Всю поступившую информацию проанализируют в администрации АГО. Золотая молодежь. Старшеклассники двух образовательных учреждений города лидировали в региональном конкурсе «Ученик года-2016». Кому и за что ребята обязаны своей победой? Узнаем в сюжете далее. Для первой гимназии победа в конкурсе стала важным и долгожданным событием. Директор Людмила Раевская говорит, что в юбилейный для города и для гимназии год по-другому и быть не могло. Диана Горюнова не только абсолютная отличница в учебе. Девушка ведет активную общественную работу, состоит в волонтерском отряде. Победу в конкурсе не считает своим личным достижением. Признается, что много труда. В нее вложили педагоги и родители. Помогает один мамин совет, который она мне очень вовремя дала. Воспринимать жизнь как игру и играть в свое удовольствие. Мне нравится быть отличницей, поэтому я учусь в свое удовольствие и не гонюсь за какими-то высокими результатами. Когда делаешь что-то для себя, просто потому что тебе это нравится, у тебя все получается хорошо. Десятикласснику первого лицея Антону Тимофееву пришлось соперничать с более старшими и опытными выпускниками школ. Однако во многих конкурсах юноша оставил конкурентов далеко позади. С поединком, эссе и мастер-классом проблем у ангарчанина не возникло. Сложности появились на последнем этапе. Возможно, поэтому у Антона второй результат. Самым сложным было полностью проявить свои возможности, показать себя, потому что в большинстве конкурсов ты оказываешься в стрессовой ситуации. И то, как ты себя поведешь в этой ситуации, зависит от многих факторов. В том числе и от лишней готовности раскрыться, от возможностей. Но самым сложным испытанием для меня было социальное партнерство. Стоит отметить, что за победу в региональном конкурсе ежегодно борются не только старшеклассники образовательных учреждений, но и учителя, которые подготавливают ребят. Результаты нынешнего года еще раз подтвердили высокий профессионализм ангарских педагогов, показали огромный потенциал и трудолюбие выпускников наших образовательных учреждений. Наталья Зарубина, Антон Бархатов. Местное время. Заключительные штрихи. В Доме культуры «Лесник» завершился последний этап реконструкции. В зрительном зале появились новенькие кресла. Иркутская фирма, выигравшая тендер, занялась их установкой. Рабочим необходимо прикрутить 436 кресел. Раньше зал по тем временам, когда он строился, он был рассчитан на 500 с лишним мест. Естественно, теперь требования изменились по направлению эвакуации и так далее, по пожарным требованиям. Соответственно, кресла теперь имеют тоже немного увеличенные габариты, из-за чего кресла у нас чуть меньше получается в зрительном зале. Сумма контракта составила 1 миллион 250 тысяч рублей. Кресла российского производства и соответствуют всем ГОСТам и противопожарным требованиям. 26 ноября в Ангарске на базе лагеря «Здоровье» откроется фестиваль работающей молодежи. Программу мероприятия озвучили накануне на пресс-конференции. В фестивале смогут принять участие члены трудовых коллективов, муниципальных учреждений, предприятий и коммерческих организаций от 18 до 35 лет. Программа этого фестиваля будет очень интересная. Там и домашнее задание в виде представления видеоролика на тему доска почета. Я думаю, что в любом учреждении, на любом предприятии есть молодые люди, о которых нужно говорить, те молодые люди, на которых стоит равняться. Поэтому очень хотелось бы, чтобы и мы об этих молодых людях узнали. Кроме того, команды ждет и такая спортивно-туристическая полоса, интеллектуальные игры. И вот большая такая тема, наверное, проектная тема, связанная именно с профориентацией. Заявки на участие можно подавать до 21 ноября в отдел по молодежной политике администрации Ангарского округа. Телефон для справок вы видите сейчас на своих экранах. Торжественная присяга прошла накануне в школе имени Юрия Болдырева «Мужество». Мероприятие посетили гости из областного центра. Советник губернатора Иркутской области по делам ветеранов Игорь Зуев, ветераны боевых действий в Чечне и члены иркутского спецотряда «Вымпел». По мнению гостей, подобные школы просто необходимо в скором времени открывать по всей области. По словам Игоря Зуева, в региональное правительство от населения поступают предложения о создании юной армии на территории области. Я думаю, что вот эту тенденцию надо развивать, потому что все-таки военно-патриотическая работа для нас это имеет значение, тем более в наше время. И дело в том, что для меня действительно было большое открытие, все-таки город Ангарск, они в этом отношении, по сравнению с другими городами, молодцы. 14 кандидатов в курсанты приняли присягу, а два выпускника школы получили внеочередные звания. Музыково благо. Большой благотворительный концерт состоялся во Дворце культуры «Современник». Ради чего так старались маленькие артисты и кого пришли поддержать многочисленные зрители? Узнаем из сюжета. Десятки творческих коллективов, сотни костюмов, яркие декорации и ни одного свободного места в зале. Большой благотворительный концерт ДК «Современник» стал, пожалуй, одним из самых ярких событий минувшей недели. Танцевальные ансамбли «Веснушки», «Легия», «Жар птица», вокальная группа «Лора» и многие другие коллективы Дворца культуры и образовательного центра «Гармония» представили свои самые лучшие номера. «Современник» Этот концерт благотворительный и мы всегда хотим помогать людям, чтобы не болели, чтобы не было бед. Мы всегда принимаем участие в концертах, но тут он благотворительный, мы хотим помочь, мы хотим поддержать всех и просто хотим подарить радость людям. В таких акциях «Современник» не новичок, даже самые юные воспитанники Дворца понимают, что их творчество способно не только приносить кому-то радость, но и помочь в воплощении благих дел. Артисты выкладывались по полной, даря зрителю всю свою эмоциональную теплоту, в ответ получая бурные овации. Песня «Современник» Я понимаю, что это не просто рядовой концерт, что все деньги с продажи билетов пойдут на лечение онкологического больного ребенка. И это очень важно, необходимо. Я не только сама купила билет, я посоветовала всем своим друзьям, знакомым. Мы пришли сюда и поддержать всех больных детей. Благотворительный концерт посетили около 800 зрителей. От продажи билетов выручили около 100 тысяч рублей. Эти деньги организаторы передали на лечение ребенка. Такие мероприятия – очередное доказательство того, что большинство ангарчан могут и готовы поддерживать земляков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Наталья Зарубина, Антон Бархатов. Местное время. Нашу программу продолжит рубрика «Я ангарчанин». Телепроект рассказывает об интересных людях, живущих в нашем городе, известных и не очень. Герой сегодняшнего сюжета – человек редкой профессии. Он не является ангарчанином по праву рождения, но Ангарск стал для него второй родиной. Подчинить себе хрупкий материал не так-то просто. Но у Владимира Калашникова это получается словно играючи. Он стеклодув. Говорит, что по книжкам о зампрофессии не научишься. Мастерство нужно передавать, что называется, из рук в руки. Примерно через год новички научатся чувствовать стекло. Стекло, во-первых, нужна хорошая координация, глазомер, терпение, усидчивость. Потому что стекло, когда оно расплавляется, оно как живое. И руки должны четко, синхронно работать. Моторика рук очень должна быть такая. Отец Владимира секреты обращения с хрупким материалом перенял у мастеров из гуся хрустального. А потом привил любовь к профессии своему сыну. Калашников младший помнит, как на первых порах порой обжигался. Ведь пламя с горелки разгорается до 1300 градусов. Владимир говорит, что на первоначальном этапе у него получались угловатые неказистые шарики. А сейчас коллеги всегда рады принять от него в подарок стеклянный сувенир. Розу, саранку или ежика. Порой мастера выдувают потрясающие вещи. Отец у меня в свое время делал графины с рюмками, где в каждой рюмке сидел черт. И в руке у него была рюмка, а в другой руке огурец. И в графине сидело три черта за столом. И тоже так же с рюмками, с огурцами они. Это вот раньше, да, было это очень модно, популярно все это. Но мне жена запретила это с нечистой иметь дело. Владимир родился в Уссуле-Сибирском, но Ангарск стал для него второй родиной. Городом, который он полюбил всем сердцем. Ангарск, конечно, это даже вне конкуренции. Это даже Ангарск, он как-то уютнее. И даже тот же взять Иркутск, он все равно, как бы, мне лично не нравится в Иркутске. Большие города я не люблю. А Ангарск, он компактный, современный, молодежный. Заводские технологии постепенно вытесняют ручной труд. И передать свое мастерство Владимиром пока просто некому. Может, со временем желающие научиться подчинять себе стекло и появятся. Ведь без этой редкой, но невероятно нужной специальности не обходится ни одна лаборатория. Елена Мильвет, Антон Бархатов, Местное время. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. О событиях следующего дня узнаем по местному времени. Всего вам доброго.